Добрый день! На наших уроках мы уже подробно говорили о разных сюжетах, связанных с древнегреческой мифологией. Эти сюжеты отразились и в троянском цикле мифов, который мы обсуждали, и в гомеровских поэмах Илиада и Одиссея, а также в драматических произведениях, которые создали великие драматурги Древней Греции. Сегодня мы поговорим о поэтическом языке, который отличается от обычного языка, и именно в Древней Греции это отличие было открыто. У греков практически не было того, что мы сегодня называем прозой. Мы отличаем прозу от поэзии. У греков поэзия и проза были едины, и вся речь была мерная. Регулярная, построена на ритме. Именно этим отличался поэтический язык, отличалась поэтическая речь. Мы можем легко пояснить нашу мысль, если приведем какие-нибудь примеры из произведений, написанных по-русски. Например, повесть Пушкина «Пиковая дама» начинается известной фразой «Однажды играли в карты у канногвардейца Нарумова». Это проза, потому что мы не можем здесь предугадать, какой слог окажется ударный, какой безударный. Мы не можем эту фразу проскандировать. «Однажды играли в карты у канногвардейца Нарумова». Это фраза более подобна обычному языку, на котором, например, я говорю с вами сейчас. Если мы вспомним начало Евгения Онегина, то здесь картина будет другая. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог». Это ритмически упорядоченная, мерная речь. Мы даже можем абстрагироваться от значения этих слов, этих строчек, великих и известных, всякому, кто читает по-русски, и попробовать извлечь из этой фразы ее ритмическую канву. Что получится? «Мой дядя самых честных правил». Раз-два, 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 раз. «Когда не в шутку за не мог». Раз-два, 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 раз-два. Мы видим, что в этой ритмически регулярной речи повторяется одна единица, которая состоит из двух слогов. Раз-два, мой дядя, дяса, мых честных правил. Вот эта единица, которая регулярно повторяется, называется стопой. И стопой ее назвали именно древние греки. В пушкинском романе повторяется сочетание двух слогов, из которых второй находится в сильной позиции. Он не всегда ударный, но в большинстве случаев мы думаем, что он должен быть ударным. Такая стопа имеет свое название. Это ямп. Раз-два, 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 раз-два. Если мы ожидаем падения ударения на нечетные слоги, на первый, третий, то будет другая картина. Раз-два, 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 раз-два. Например, «выхожу один я на дорогу». Это хорей. Эти названия хорей, ямп и некоторые другие, о которых мы еще с вами поговорим, как раз и появились в древнегреческой поэзии. Вернее, в тех текстах, которые были посвящены описаниям поэзии. Да и само слово «стих» тоже появилось в греческом языке. «Стихос» означает «ряд». Поэтому неправильно называть стихом все стихотворение. «Стихотворение» — это одно дело. Например, «Пророк» Пушкина или «Тучи» Лермонтова. А стих — это одна строка. Это нам с вами предстоит запомнить. А стихотворный язык древнегреческой поэзии был совершенно другим, и мы должны сделать специальные усилия, чтобы его почувствовать. И для того, чтобы это понять, нужно произнести простую мысль о том, что тип стихосложения зависит от природы языка. Языки очень разные. В одном есть категория рода. По-русски любое существительное принадлежит к одному из трех родов — мужскому, женскому или среднему. А в английском, например, категории рода нет. Ну и так далее. Для ритма особое значение имеет природа гласных звуков. В русском языке и в русском стихе гласные различаются не количеством, а качеством. И это тоже такой неочевидный факт, но на самом деле его очень легко пояснить. Звуки, которые обозначаются одной и той же буквой, произносятся по-разному. Например, возьмем слово «молоко». В нем три буквы «о», но только последняя произносится именно как «о». А первая и вторая буквы произносятся иначе, но они скорее похожи на «а» — «молоко», говорим мы по-русски, а не «молоко». Это было бы совершенно неестественно. Вернемся к нашей мысли. Русский стих основан на противопоставлении ударных и безударных слогов, а ядром слога является как раз гласный звук. Он читается по-разному — под ударением и без ударения. У греков этого различия нет. И в греческом языке, и в латыни гласные звуки различаются не по качеству — ударные или безударные, сильные или слабые, а по количеству звука, то есть по длине произношения. В русском языке этого различения нет. Говорим ли мы «дом» или «дом» — от этого значения слова не меняется. Долгих звуков не существует. Однако даже в новых языках, например, в английском и немецком, такое различение есть. Эти примеры очень легко привести. Например, «шип» означает «корабль», а «шип» — «овца». Это разные слова, и они различаются только долготой произнесения звука «и». «И» или «и». В английском языке, в немецком языке такая же картина. Например, «дер штат» — это «город», здесь краткий звук «а» — «штатт». А вот «штат» — это «государство», здесь долгий звук. А греческая поэзия строилась на противопоставлении долгих и кратких слогов, и об этом мы скорее можем догадываться, можем иметь теоретические познания. Но если мы не знаем греческого языка, ни древнего, ни нового, то реально этот поэтический ритм, на котором и основан язык «Илиада» и «Одиссея» и других греческих творений, мы почувствовать непосредственно не можем. Но мы можем осторожно попытаться произнести первую строку «Илиады» Гомера. Она звучит примерно так. «Мэнин аэйдета пэлиядео ахилеус». Но все равно я произношу эти слова как человек, для которого родным является русский, поэтому здесь различаются как раз долгие и краткие звуки. Итак, вернемся к тем понятиям, о которых мы уже говорили. Ритмически устроенная речь, поэтический язык отличается тем, что в нем есть единицы, которые регулярно повторяются. В русской поэзии, как и в русском языке, все основано на качестве звука, ударные они или безударные. А вот в греческой поэзии тоже есть стопы, и они даже носят те же названия, что и по-русски. Ямб, хорей, например. Но в данном случае у греков, если мы говорим о ямбе, то на четных местах окажутся долгие звуки и слоги, которые эти долгие звуки содержат. Если все-таки задаться вопросом, а каким именно метром или размером написано Илиада, ну вернее даже не написано, а создано, потому что это изначально было устное произведение, то этот метр, размер имеет особое название. И это слово знают все культурные люди во всех странах. Это слово гегзаметр. Гегза или гекса — это шесть. И это означает, что гегзаметр вмещает в себя шесть стоп. Кроме того, после трех стоп есть регулярная пауза, цезура, которая в каждой строке стоит именно на том месте, которое мы обозначили, между третьей и четвертой стопой. Можно привести русский пример. Например, известное стихотворение Пушкина «Я вас любил, любовь еще быть может» тоже содержит цезуру. Мы ее не очень чувствуем, но она есть. Давайте это проиллюстрируем. «Я вас любил, любовь еще быть может». «В душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит». «Я не хочу тревожить вас ничем». Вот это тоже пример существования цезуры в современной русской поэзии. Как же было возможно передать по-русски античный гегзаметр? Ведь долгих и кратких звуков в русском языке нет. Это была особая проблема, и над ней работали очень многие знаменитые поэты, переводчики, теоретики стиха. Да-да, теория стиха — это отдельная наука, и в нее сделали свой вклад многие математики, потому что здесь мы имеем дело с языковой материей, а уже во вторую очередь с художественными образами. Самый известный переводчик «Илиады» — это Николай Иванович Гнедич, друг Пушкина, его издатель. Не самый известный русский поэт, но среди переводчиков это абсолютная вершина, потому что именно Николай Иванович сумел по-русски передать античный гегзаметр. Конечно, долгие и краткие гласные звуки он ввести в русский язык не сумел, но он сумел передать главное — вот эту самую шестистопность этой длинной, мерной, торжественной строки, которая свойственна «Илиаде», а в переводе Василия Андреевича Жуковского — другого абсолютного мастера перевода и Одиссеи. «Гнедич» — «Илиада», «Жуковский» — «Одиссея». Оба эти великих произведения были переведены двумя великими переводчиками — русским гегзаметром. Русский гегзаметр тоже состоит из шести стоп, но надо сказать, что это трехсложные стопы. Мы упоминали двухсложные стопы — хорей и ямп, но есть и трехсложные стопы. И в русском языке они могут быть определены следующим образом. Дактиль — это стопа или дактилический метр — это такой стих, в котором мы ждем появления ударения на местах номер один, номер четыре, номер семь. А внутри трехсложной стопы на первом слоге сильная позиция. Там не всегда бывает ударение. Неправильно говорить, что это ударный слог. Но в большинстве случаев он все-таки бывает ударным. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Тучки, небесные, вечные странники. Вот, например, русский дактиль. Стопа, в которой сильным является второе место из трех, и, соответственно, стих, в котором сильными местами являются второе, плюс три — пятое, плюс три — восьмое, называется амфибрахием. Например, строка известного стихотворения Бориса Пастернака. «Сестра моя жизни сегодня в разливе, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три». Вот это амфибрахием. Ну и, наконец, анапест — это стопа, в которой сильное место приходится на третий слог. А если говорить не о стопе, а о всем стихе, то есть о строке, то, соответственно, мы ждем появления ударения на слогах номер три, плюс три — номер шесть, плюс три — номер девять и так далее и тому подобное. Ну, например, можно упомянуть о начале знаменитого перевода Василием Жуковским баллады Вальтера Скотта «Замок Смольгольм». «До рассвета поднявшись коня оседлал знаменитый смольгольмский барон». «Та-та-та-та-та-та-та-та-раз-два-три-раз-два-три-раз-два-три-раз-два-три» — вот это анапест. Когда речь идет о переводе античных поэм «Илиады» и «Одиссеи», и мы говорим о русском гегзаметре, то каждая из шести стоп, которая слагает строку, близка к дактилю «раз-два-три-раз-два-три-раз-два-три-раз-два-три». Первые строки «Илиады» мы когда-то очень осторожно и приблизительно первую из них процитировали по-древнегречески. Первые строки «Илиады» в переводе Гнидича звучат так. «Гнев богиня воспой Ахиллеса Пилеева сына» — это первая длинная строка. «Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал». Эта строка, вернее, обе эти строки состоят из, каждая состоит из шести стоп, и именно дактиль. В первой строке есть некоторый ритмический перебив, там хочется вставить восклицание «О» — «Гнев о богине воспой Ахиллеса Пилеева сына». Зато вторая строка служит ясным и четким примером «Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал». Раз-два-три, 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 раз-два. Это русский гегзаметр в переводе Николая Гнидича. Надо сказать, что переводы античных поэм и вообще античных текстов имеют еще одну очень важную особенность, потому что стихотворные тексты на русском языке, написанные сразу по-русски, но так или иначе устаревают, и нам, конечно, кажется архаичным язык Ломоносова или Державина, хотя это прекрасные и замечательные русские поэты. А вот в случае перевода Гомера и других греческих классиков этого устаревания не происходит, потому что благородная греческая старина накладывается на архаику языка Гнидича и Жуковского. Гнидич и Жуковский и для своего времени, для первой половины XIX века стремились подражать архаике, то есть эти слова и тогда уже были устаревшими. Прошло еще 200 лет или без малого 200 лет, и, собственно говоря, этот язык не стал еще более устаревшим, он сохраняет свою благородную мерность, торжественность, и мы читаем эти переводы сейчас с тем же удовольствием, как читали современники Пушкина. Хотя в них, конечно, очень много слов, которые надо пояснять. Гнев богини поспоя Ахиллеса Пелеева сына, не сразу понятно, что это значит. Это призыв к богине воспеть гнев Ахиллеса. Слова здесь в непривычном порядке, что придает им особенную торжественность. Греческие поэмы посвящены исключительным мировым событиям, и очень важно понять, что они написаны исключительным языком, мерным языком, тем языком, который в бытовой сфере применения не находит, зато в поэзии является важнейшей ее характеристикой, неотъемлемым ее свойством, и мы должны это свойство чувствовать и сопоставлять с языком современной русской литературы. В качестве домашнего задания вы можете, например, разобрать какой-нибудь фрагмент из Илиады или Одиссеи, чтобы понять, как он устроен с точки зрения поэтического языка. Ну, например, можно взять знаменитую сцену посещения Одиссеем и его товарищами Циклопа. Нужно разобрать стекотворные строки на отдельные стопы, понять, какой здесь ритм, и еще раз усвоить, что такое русский гегзаметр, в отличие от древнегреческого.